Картина писалась в преддверии крупной даты, 200-летия со дня рождения Петра Великого. Грядущий юбилей активизировал споры вокруг личности Петра и его реформ. Г. вспоминал «Десять лет прожитых в Италии оказали на меня свое влияние, и я вернулся оттуда совершенно итальянцем, видящим все в России, в новом свете. Я чувствовал во всем и везде след Петровской реформы. Чувство это было так сильно, что я невольно увлекся Петром, и под влиянием этого увлечения задумал свою картину «Петр и царевич Алексей». Историческая наука и общественная мысль второй половины XIX века были склонны оправдывать Петра. Перед сознанием величия его созидательной деятельности на благо России гасли сомнения в этичности его поступков. В этом ключе современники пытались интерпретировать и образ Петра на картине «Г». «Петр Великий прежде всего страстно предан своей стране. Поэтому он идет, не останавливаясь даже тогда, когда его действия носят явный характер резкости и суровости. Он суров и даже жесток. Но жестокость его осмыслена и не имеет того характера зверства, для зверства который отличает жестокие действия временщиков позднейшего времени», – писал Салтыков-Щедрин. На оценку картины интеллигенция проецировала недовольство медленными темпами и непоследовательностью реформ Александра II. Личность Петра служила укором современному Г-правителю России. Петр понял бы своим обширным умовом, что дело Возрождения есть дело по преимуществу движущееся и развивающееся. В этом убеждает его неутомимая и никогда не ослабевающая реформаторская деятельность, которая стояла для него выше личных соображений, выше семейных ус. Салтыков-Щедрин. Но мысль Г была не столь однолинейной. Показав трагический разлом российской истории, он не спешил солидаризироваться с какой-то из противоборствующих сторон. Сейчас картина Г воспринимается иначе. Оплата кровью государственного прогресса, равнодушного к судьбе отдельного человека, не встречает безоговорочного оправдания. Как и в «Тайной вечере», в «Петре и Алексее» историческая драма выступает в оболочке бытового жанра. Семейная драма явилась одновременно драмой исторической. Родственные связи рвутся, превращая отца и сына в политических противников. Перед нами в образах Петра и Алексея исчезают отец и сын, а вырастают только два элемента – доброе и злое – гений и отжившее предание. Новое слово и допетровская рутина. «Не сын стал на дороге Петра, а отжившие предрассудки гниль старой Руси, которые уцепились за слабого, царевича Алексея, как за свою последнюю опору», – писал неизвестный рецензент, скрывшийся под псевдонимом художник-любитель. Новизна картины Гэ была и в том, что композиция лишена оперной патетики, столь распространенной в историческом жанре преувеличенных жестов эффектных группировок фигур, к которым прибегал и сам Гэ в работах итальянского периода. «Перед нами всего две фигуры и строго простая обстановка, не имеющая ничего бьющего на эффект», – отмечал Салтыков Щедрин, представляя картину. Тем не менее, всякий, кто видел эти две простые, вовсе неэффектно поставленные фигуры, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются из памяти. Салтыков 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 Субтитры создавал DimaTorzok